Глава 20. В которой Лом и Фукс проявляют неосмотрительность в покупках, а Врунгель практически проверяет законы алгебры. И вот, наконец, прибыли мы в Канаду. Мы с Фуксом сошли, распрощались с капитаном, а ночью и Лома контрабандным порядком переправили на берег. Сели в тихой таверне, обсудили положение и соображаем, как дальше добираться. Маршрут нас не смутил. Решили так. Из Канады в Аляску, из Аляски через Берингов пролив на Чукотку, а там мы дома, там уж как-нибудь. В этой части план утвердили. А вот средства передвижения заставили призадуматься. Тут зима, знаете, реки стали, снег кругом, железных дорог нет, на автомобиле не проедешь. Пароходом это надо ждать до весны. Мы посоветовались и решили купить нарты. Ну и там что попадется, оленя или собак. Ну и разошлись промышлять кто куда. Я за нартыми отправился, Лом пошел искать оленя, а Фукс взялся собак достать. Нарты мне попались прочные, красивые, удобные. Лом несколько меньше преуспел. Привел пятнистого оленя средней упитанности. Тут его специалисты осмотрели, освидетельствовали и дали характеристику. По рогам, мол, олень первого класса, а по ногам ниже среднего, копыта узки. Ну, мы решили попробовать. Запрягли. Не везет олень. По снегу еще кое-как, а на реку на лед вышли. Наш олень шагу ступить не может. Ноги так и разъезжаются. Я вижу, надо бы подковать его. Да подков нет. И тут, знаете, пригодилась кормовая доска. Недаром я ее, значит, вез. Отвинтили мы от нее медные буквы. И теми же шурупами кое-как оленю копытом приспособили. И помогло, знаете, но плохо. Правда, дрейф у оленя стал поменьше, а хода все равно не прибавилась. Ленивая скотина попалась. Тут Фукс пришел со своей покупкой. Привел эдакую небольшую собачку с острой мордочкой. По аттестату собачка, призовой вожак, передовой. Ну, мы ее и решили запрягать по специальности, вперед смотрящим, так сказать. Но это легко сказать. С оленем-то мы справились сразу. Напялили ему вместо хомута спасательный круг. Тоже и круг пригодился, как видите. В хорошем хозяйстве все в дело пойдет. А собака, знаете, не дается, кусается, скалит зубы. Поди-ка, запряги такую. Ну, кое-как все-таки обратали. Соорудили ей дугу, ввели насильно во глобли, отпустили. Ну, доложу я вам, и началось представление. Олень бьет копытами, потрясает рогами, собака воет, и животные, представьте, довольно резво пятятся задом. Я уже хотел так задним ходом и отправляться, но для опыта решил их местами поменять. Хоть и говорится, что от перестановки слагаемых результат не меняется, но это, знаете, в алгебре, а тут совсем другое дело. Ну, и переставили, перепрягли. И что бы вы думали, припустил наш олень и на ходию, только пятки сверкают, и собака за ним лязгает зубами, подвывает, однако тоже тянет, как паровоз. Мы с ломом едва на нарты сумели вскочить, а фукс, тот только и успел ухватиться за веревку. С полмили так и проехался, вроде штормового якоря. Ну, доложу я вам, и гонка досталась. Лак я с собой не взял, да и пользоваться им на льду затруднительно. Однако, судя по береговым предметам, скорость у нас была потрясающая. Селения мелькают, проносятся, как в тумане, нарты прыгают по льду, в ушах свистит. У оленя пар из ноздрей, копыта сверкают, и так это ловко печатают. Б, Е, Д, А, как на Ундервуде. И собачка старается, скулит, подвывает, язык на сторону свернула, однако тоже не отстает. Словом не успели оглянуться граница Аляски. Тут шерифы с винтовками, с флагами. Я, знаете, решил притормозить. Неудобно пересекать границу без соблюдения формальностей. Кричу, «Малый ход!» Стоп! Куда-то! Олень мой не смотрит, не слушает, несется, как заводной! Тут один шериф взмахнул платком, другие дали залп. Я думал, конец, однако вижу, все благополучно, понеслись дальше. И минут этак через пять обгоняем упряжку, потом еще две упряжки, потом я уже и считать перестал, стольких пообгоняли. Те торопятся, а я рад бы потише поехать, да не могу удержать свою пару. И вот открывается форт Юкон за поворотом. Там народ столпился на льду, машут, кричат, палят в воздух. Столько народу собралось, что не выдержал лед, провалился. Толпа раздалась к берегам, а у нас прямо по носу огромная полынья, и мы с опасной скоростью приближаемся прямо к ней. Я вижу, дело плохо, ну и решился. Накренил нарты набок, а глобли сломались. Я хлоп в снег со всем экипажем, олень мой с разгона прямо в воду. И с собакой совсем. Могли бы и утонуть, да спасательный круг не дал. Смотрю, плавают, фыркают, отдуваются. Тут благожелатели из публики принесли аркан, зачалили оленя за рога, потянули. И представьте, хваленые рога благородного животного отделились без всякого труда, а из-под них выглянули коротенькие рожки на манер коробьих. Ну, эти, к счастью, прочно держались. За них вытащили всю упряжку на лед. Олень мой встряхнулся, полезал в ноздрях, да как замучит жалобно, как корова. Я пригляделся, вижу, корова и есть только без хвоста. Обманули лома в Канаде. И понятно, почему наш олень танцевал без подков, как корова на льду. А вот откуда у него несвойственная этому животному резвость взялась, я не сразу понял. Однако специалисты-собачники и это мне разъяснили. Фукс тоже, оказывается, попал в просак. Ему вместо собаки молодого волчонка подсунули. И вот заметьте, как интересно. Волчонок сам по себе, как собака, ничего не стоит. Дрянь, а не собака. Корова сама по себе не олень, а вместе, как славно получилось. Вот тут закон алгебры как раз подошел. Минус на минус дает плюс, как говорится. Ну, когда улеглись страсти, выяснилась и причина столь торжественной встречи. У них там в этот день была зимняя гонка. И мы не думали, не гадали, а вышло так, что первое место заняли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok